Девушки отдыхают В этом чемпионате мы используем кофемашину с вариативной проточностью воды, что позволяет нам глубже погрузиться в процесс приготовления кофе. Как мы знаем, есть три главных аспекта, которые влияют на вкус чашки кофе. Первый – это потенциал зеленого зерна. Второй – это грамотный профиль обжарки. И третий – это рецепт, настроенный бариста. Все три безусловно важны. Но самое весомое будут первый и второй. Ведь бариста может лишь раскрывать и транслировать то, что заложено в зеленом зерне изначально, и то, как интерпретировал этот кофе-обжарщик. Но по сути не изменять кардинально. В лучшую сторону, если это, конечно же, нужно. По сути, роль бариста в этой цепочке не такая значимая, как все-таки зеленое зерно и обжарка. Но, как я сказала, в этой кофемашине вариативная проточность воды. И это уже позволяет сделать более значимую роль и работу бариста. И он уже не так сильно будет зависеть от сырья и обжарки. И сегодня мы это продемонстрируем на примере гантураса – натуральной анаэробной обработки, шестидневной анаэробной ферментации. Я начну с подачи эспрессо для вас. Рецепт на эспрессо молочный напиток будет разный. Так же, как и выставленные проточности. Рецепт на эспрессо будет 19 грамм на входе на 53 грамма на выходе за 24 секунды. Проточность на эспрессо я буду использовать со значением 9. Кольц обжарен 15 дней назад. Именно поэтому я буду использовать температуру в группе 94 градуса. В этом кофе деруар и обжарщик прекрасно постарались. И мне, как бариста, нужно максимально грамотно сбалансировать и выварить эту чашку кофе. Именно поэтому я буду использовать стабильный поток на проточности 9. Это позволит мне сделать максимально яркую чашку с прекрасным балансом. Это позволит мне также выводить сочное тело. Я бы его еще описала как вельветово. Вес тела будет средний. Текстура гладкая и обволакивающая. В букете будет персик, маракуйя и консервированный ананас. И приятный финиш ананаса и темного шоколада. Друзья, я подам вам эспрессо, но, пожалуйста, не приступайте пока что к дегустации. Пожалуйста. Пожалуйста, мой эспрессо для вас. Пожалуйста, мой эспрессо для вас. Чаще всего в кофемашинах проточность составляет примерно 9-10 грамм на секунду. В этой кофемашине она вариативная. Чаще всего в процессе подготовки я использовала разные проточности. И чаще всего делила рецепт на три этапа. Составляющие предсмачивания, букет и послевкусие. Окончание экстракта составляло тело и послевкусие влияло. И чаще всего мы делаем более мягкое предсмачивание, более интенсивную середину и более, опять же, плавная середина и конец. Это помогает сделать кофе ярче и богаче. Но сегодня нам выпал кофе Гангураса на ровные обработки. Что уже, как я и сказала, природа сделала достаточно яркий кофе. Обжарщик его грамотно обжарил. Поэтому я выбрала стабильный поток сегодня, чтобы максимально выварить и подчеркнуть теруар и обработку. И букет, который я вам описала. Я вас попрошу интенсивно перемешать ложечками 5 раз и начинать дегустацию. При дегустации сделайте глоток, задержите его во рту, покатайте по языку, оцените баланс. Баланс будет сочная тропическая кислотность, которая будет сбалансирована сладость от обжарки и карамелизации. Пожалуйста, можете присыпать. Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, для молочного напитка я выбрала чашки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, на молочный напиток рецепт будет отличаться. Друзья, я буду использовать 19 грамм на входе на 53 грамма на выходе, но здесь я поменяю проточность. Я буду использовать 5 грамм в секунду. Именно такая проточность позволит выварить мне более плотное тело и не потерять балансе. Также в этой кофемашине достаточно вариативный паровик, и он мне позволил сбить довольно большой объем молока за короткое время и не потерять в качестве пены. Я напомню, что вы почувствуете в моем молочном напитке персик, соленую карамель. Пожалуйста, наслаждайтесь. И классический йогурт. Пожалуйста, наслаждайтесь. Молочный напиток для вас. Пожалуйста, наслаждайтесь. Молочный напиток для вас. И мой маленький напиток для вас, пожалуйста Расслабайтесь Мне было очень приятно выступать перед вами, поделиться своим мнением и видением Спасибо за ваше внимание Время